Я думаю, что абсолютно все, кто собрался тут, в Берлине, и об этом сказал спада Ларс Ханцель, мают великое жадание, как Минский форум, соответственно его название, мог быть проведен в Минске. Все не нашим это, а обмерковать в макшимости, как вернуть Минский форум в Минске. Амбициозно, но на полно треба. Для этого потребна воля беларусов, але и потребна воля у наших партнеров. У беларусов шмат партнеров, есть союзники, але, на жаль, не так шмат активных союзников, які готовы суместно распрацвать и реализовать стратегию по Беларуси. Одина краина, якая мая на сёння стратегию и методична ей реализуя, гэта Российская Федерация. Мэта гэтай стратегии знишчить Беларусь и ликвидовать беларуский народ. Двума заголовных инструменту ей реализации з'является марионетка Кремля Лукашенко и его режим, а так само так званая союзная держава Беларуси и России. Лукашенко, знишая беларуские национально ориентованные силы, громадзянскую супольность, демократичную участку громадства, а на открытое чистое поле, подрихтованное самим же режимом Лукашенко, у ваходяць российские силы. Ци варта паутарадца. Та варта. Бо не усе прысутны кожнага дня жыбудь у гэта информацийной просторы, у якой живем мы, Беларуси. У Беларуси за окошніе три гады пра затриманне прайшли больш за 60 тысяч грамадзян. Каля 20 были забиты альбо померли у турма. Сёня у беларуских турмах тысячи политзневоленных. Ликвидовано больше за 1400 позаурадовых организаций. Усе оппозиционные партии и незалежные силы. У рамках стратегии России марионетка Лукашенко, знишая беларускую мову, культуру, я удяшный организаторам за то, что мы можем, маем махчимость выступать по-беларуску, Лукашенко завороняем як аутору, так і твори наводклассиков беларусской литературы. Про смонументальне мастацтво отбывается ероизация российских гисторичных постатю. Пераписывается гистория країни, якая дыходить от гисторичных сувезел беларусского народа з европейской просторой до абсолютной подпродкованности Российской импери. Отбываются системные деяния по вынищении беларусской европейской присутности Украины. Спыняюся, мы об этом попереджували наших партнеров у 2020-м и у 2021-м. И як дипломат веду, што ў ваших архівах, ў ваших министерствах павыніках гэтых сустреч ёсць гэтая зависть. Але што ж, ўсё ровна адказнаць на нас, на беларусов. Хацёв бы вельмі шыра вітать. Прыняцца Бундестагом Германии 7-го галістапада Резолюции за дэмократычную Беларусь у европейской сямьи. Гэта выключна важный документ. І гэта фактична документ-стратегия. Германия ў адносинах да Беларусі. Гэта першый прыглад сирот европейскіх парламенту. І я бы марух, каб асноўныя нашы партнёры прыняли падобныя документы. Хацёв бы падякуваць дэпутатам правячай кааліціі, а так сама присутнаму тут керувніку групы Гундестага ба Беларусі спадару Робіну Вагінару, а так сама МЗС Германии за гэтую резолюцію. І вважна падкрэслиць, бо мы я чытаем як сабрауды стратеги. Шта сумєсна гаме можшам зробіць нам падставі гэтай резолюцію. І тут вельми важна дзнашчі, што падтрыбны конкретні крокі. Вудыскусі назаксаага шмат, але важна прімаць рашэні і їх реалізовуки. Падрэдна створыць сумєсну рабочагу грубу в Беларусі і Германе, якка акрысіла конкретны крокі дзе WA? Пробачьте за мой бюрократизм бюрократичный подход, иначе этот документ застанется только добрыми интенсиями. Какие инструменты мы можем выкраснеть в рамках такой стратегии? Первый – инструмент международной криминальной отказности. Необходно выдать Александру Лукашенку ордер на арешт за здействие военного злашинства, незаконное перемешение украинских детей с часовой оккупованных территорий, как это было уже сделано в супрыц у Владимира Путина. С этой методой Народное антикризисное управление подрихтовало и передало прокурору МУС в городе Гага две частки коммуникации об незаконной депортации об перемешении украинских детей с оккупованных России территорий в Беларусь у ответственности за арт. 19 Римская статута. А кроме того, у середины листопада была опубликована спровоздача лаборатории гуманитарных доследований Ельского университета США под названием «Супрацовничество Беларуси и России у систематической депортации детей в Украину». Дательность спровоздача ведомой неутеритетной организации фактично подтвердила все факты, передательные нами ранее у Международный суд. Так само важно на подставе доклада Центра правой и демократии «Джастис Хаб» Литовского центра, в котором был подрихтован при подтримции Народного антикризисного управления, у которого утримливаются известки объяснений массовых злошинствов супрачеловечности режимом Лукашенко инициировать разглядательные справы у Международных судей. С травня 2020 года по травень 2023 года больше за 136 тысяч белорусов и белорусов стали охвярами злошинству режима Лукашенко. Супрачеловечности, аминавитор, незаконное возбавление воли, катавание, забойство, взвалтование и иншие тяжкие формы сексуального обвалта, утымлику, дочинение до неполнолетних, волтованное изникнение, переследование депортации. Спровоздача «Джастис Хаб» смешает глубокий правовый анализ злошинства и головное, подрабязный алгоритм деянию по заденеющине ответственных механизмов международного криминального правосудия, юрисдикции Международного криминального суда, створении специального Международного криминального трибунала по Беларуси и проведении универсальной юрисдикции. Особистое протягнение Лукашенко до международной криминальной отказности выдача ордера на его не знищить Лукашенко политично и станет сигналом для усяго его отношения, что от него можно и треба позбавиться. Это важнейший инструмент для реализации стратегии по расколе элиты. Лукашенко привладит 30 годов. За 30 годов отбылится гвалтов на изникнение политичных оппонентов режима. Забойство, гвалт, захоп грамадянского самолета, миграционная война, действительная поддержка режима агрессии супруга Украины. Лукашенко не понес отказности. Коли отказность не наступить, можно забыться про мотивацию беларусов замагаться за демократу. Люди не выйдут николи за демократу, воины не бачут, что працует отказность. И они просто идут у турбы. Демократы переможут в Беларуси только тогда, коли наступить отказность. Выборы в Беларуси – это другое. Так самое важное является непризнание так званых парламентских выборов Лукашенко, запланованных им на лютый 2024 год. Непризнание уже зараз, не чакающих проведений. Ци саправды треба чакать, что это будут выборы? Коли тысячи полиц неаболены? Коли нема незалежных СМИ, нема оппозиционных партий? Які выборы? Гэта крок дасть сигнал унутр системы. Перагарнуть сторонку у международных относинах немагчыма до того часу, паколь система не позбавиться от диктатора и не пойдя на диалог с демократычными силами. Третье – санкции. Что необходно зарабить над этим стратегичным накерунком? Працують, не працують, мы все дискутуем. Сразумело? Мы не досягнули про санкции той мэты, как снищить режим. Али санкции одны, николе не сдольны досягнуть этой мэты. Али они працуют? Бо Лукашенко бегая по свете, и его хаурусники бегают по свете. И просить, молять – обмените санкции, обмените санкции. Ну пошто им гэ торопить, каленый не працует? Али у меня як особо отказан за санкции – пытание до партнёров. Утемлику и до немецкого урана. Я не могу узразуметь, чому до гэта пары никто не чуя нашу правовую экономичную аргументацию. Не махчыма применяць санкции у адносинах «Россия одныя», у адносинах до режима Лукашенко іншые. Бо гэта саюзная дзержава. Гэта адзіная экономичная простора. Гэта мытный саюз. Усё, што ваходзіць на тэрэторую Беларусі, трапляя ў Рассію. І на дварот. І мы пра гэта кажем больше за два гады. Али гэтае пытання не выращается. Значыцца, хтось ці ў гэта мае інтарэс. Бо яйт не верую, троя, што нас не чуюць і не разумеець, колькі документу падрэтован, колькі разуму гераму праведзе. Лепшим же врашэням було б зразумела цалкам закрыть макчымыць перемешэння товару празмяжуць Беларусу. Безумовна, з выключэнням для товару першэй необходнасті і медэкаменту. Паглядзіцца, як зрабіла ціллянды. Ну ёсцца, прыпады. Па Беларусі чамусці ніхто не адважваець. Па другое, трябуў вецці санкція на выкарастаня доляра ў разликар з Беларусію. На увоз банкнота ў Беларусі, як ё ўразвяз ўжо зрабіў гэта з Євра. Па трэце, необходна знайсті арэштаваць замешны актывы сямі і гаманцову Лукашэнкі. А лі гэтае пытаў ўжо да аверханскагаў і дарэчы да стратэгічнае долога, які і завтра пачнець ў Вашынтоне. Зноў жа, кошт ўтрямані Лукашэнкі ва ўладзі павінь стаць максимальна критычным для сістэмы. Трэце, інструменты боротьбы за захавання незалежності Беларусі. Необходна на ўсі узровнях офіцэйна асудзіць і занять жорстку позіцію супрадзіня спробам Расіи паглыну незалежності Беларусі прас реалізацію проекта падназвыць союзная держава. Необходна выразна вызначыць гэтаў проект як проект реалізація гибридной анексі Беларусі і стварэння парамой пагрозы беларускай незалежності і суверенітет. І трэба увесьцць санкція на союзну державу і на всіх особо, які там працуюць. Необходна выразна заявіць об непризнанні любых спробах Расіи паглынуць в Беларусь прасподписання пагадненю з нелегітымными владами. А так само об непризнанні любых таких пагадненю підписаны самообвешаным Александром Лукашенко. Разом тым, для захавання беларускай інтелектуальна елита необходна реалізоваць проект національного беларуского университета за межой. У Волгули необходна повеличу спойкость і підтримку программ на керіванах непосередньо на захавання, підтримку і розвиття беларускай національні культури, едукації і самосвідомності. Потребна підтримка європейського вибору Беларусі. Об чим все неслушно було сказано. Четверте, безумовно одночасово з усіми пералічними деянями необхідно активно використовувати і розвивати інструмент контрпропаганди. Не люблю слово пропаганда, але все ж таки контрпропаганду треба робити. Незалежні беларускі меди забезпечують нові технологічні рашені для доступу беларусу до правдівої інформації унутри Беларусі. Павеличить рекламні бюджеті для прасовування контенту незалежних СМІ і інших організацій, які ведуть активну інформаційну працю і супрадзєння пропаганди. П'ятое, палець неволіны. Учора і пазаучора у Карацийна Радзі отбулись і великі дискусії, па гэтам абсолютно прайоритетне питання. Прапаную адзінь, просто адзінь, ми можем діскутуваць сколькі заугодна, але конкретны крок допуск праволадной делігації беларускіх спортсмену до Олимпіады ў Парышіх обумовить визволенням політичних зневолінах у Беларусі. Одночасово продовлетить макчимість угульних, макчимістью делу угульних свободних беларускі спортсмену, які выступили в супрадзвіжиму. Каправділявати ці підходу потрібна тільки воля. Безумовно, адзіна і макчимість стратегія, яка гарантована спрацює, неіснує, але без стратегії не буде чому працювати у Боглі. Мене часто пытається. Ті макчимі вести діалог з Лукашенком? Откажу. Ні. Категарэчно. Ні макчимі. Ті макчимі з його режиму? Ні. Откажу. Ні макчимі. Ті макчимі вести діалог з елітами? Так. Макчимі. Прадзержав нами елітами. Ті, які выступають за незалежную Беларусь. І але ми повинні зразумість, що Лукашенка ніколі не сяджа за стол у перамогу. Просто ніколі. Все інше буде падна і хлусня. Але дзіля таго, каб выключить його з гэтаю діалогу, але гэта питання ні одного дня. Можна навіть ні одного года нажати. Ми повинні поставити на нім шорну метку. Шорну метку. Йон злочинець. Ми повинні відвернути його іліт. Ми повинні показати його максимальну токсичність для громадства унутри країни. Коли ми це не зробимо, я як білый чиновник вам скажу. У сіміх, хто будуть зустрікацься партнёры, заходник, гэта будя хлусня і падма. Ні водний чиновник, ніколі, ні зарызыкує, ні на який розмовы, пакуй Лукашенка той, який він єсь ці о нім в Беларусі. Всьо гэта падма. Галі ми готовы повтарать гэтай падма без конца, до того дня пакуй просто Лукашенка не помре, ну давайте тады займаць гэтай сама падма. А льбо все ж таки мы будем зденичать. Пробачьте може за трошки емоційність, але я ще раз хочу сказати, що для нас Германия вельми важливий партнер, критичний партнер. Я розкажу таку надею, що коли Светлана Тихановська повинна була зустріться з Меркелью, сирчакалі, ну ось Тихановська зустріться з канцлером Меркель і питання в Беларусі буде вирішено. Сподівання були завышені. Але це не означає, що Германия не має інструменту. Я переконан, Германия має гэтай інструменту, яна їх використовує. Але для нас важна, щоб гэтай використання інструменту було більш моцним, більш системним, більш метану керавану. Дякую велике, що у нас є такі сябры, як Мінскі ДЛО. Дякую всім тим сподаруть депутату, що сабрався сьогодні в гэтай зале. Дякую.